Белорусские аграры Гомельская область Господарки нашего региона убрали больше 60% посевных площадок Намолот сборжа превышает 670 тысяч тонн Это другие покажки Украины После Минской области Лидирует по намолоте аграрии Реческого района Тут собрали 88 тысяч тонн сборжа Мясовые господарки Вытремливают и самый высокий темп Тут убрали 86% посевных площадок На опушной четверти Поле ведут работы аграрии Мазырского и Ходницкого Районов Каля 3 миллиардов недоименованных рублёна Кирова населит из областного бюджета На утромание помников Великой Айчынной войны У Гомельской области Как освоиваются эти гроши В яким стане знаходятся братские могилы И памятные знаки землякам Загинувших подчас Великой Айчынной Наш корреспондент Настасья Кучинская Затекавилася этой темой Зараз у Гомельской области Знаходится каля 1700 помников Звязанных с Великой Айчынной войной Больше из них я же советская спадщина Частей за усё яны будаваліся По типовых проектах При гэтым часто выкарустовывали Недолговечные танные материалы Тому бразьбу з надворием И часом такі монументы худко проигрываюць Больш-меньш якосный рамонт Одного помника вылечаецца Десятками мільйонаў Дады номінаційных рублёв Памножаем на колькасть помникаў І выніку отрымліваем десятки мільярдаў До того ж лік монументів С кожным годом павялишываецца Приклада на 21-ак Знаходяться новые ранее неулечны Пахавані Частей за усё на вязковых мохілках І яны таксама патравуюць рамонту Тым неміч для беларусов Память про Великую Айчынную войну Майя особливую каштоунаць Якую грошыма выміраць нельга Сюня нова тыя помнінкі, Что знаходяться ў адсеріных Цізусім маленьких На некалькі дамоў вязках Не пакідаюсь без уваги Мясовы ўлады і просты жахары Для патрымання монументів ў належным стане Знаходять самы розны і вар'янты У агргородку Насовічы Добружскага район Зараз свядзецца масштабная реконструкція Помніка адны сяльчанам Які загінули ў гады Великой Айчынной войны Гэта ў сваім родзі унікальны монумент У пачатку шастидесятых гадоў Усё ад праекта до усталёвкі Мясовы і жахары зарабілі самастойна І вось зараз помнік запатрабаваў Капітальна гарамонту Обласны бюджет выделю на гэты 30 млн. до динамінаційных рублёв До того ж знайшлась апатратна організація Які улічываючы важны справы Павяцала провізти бя сплатна Работы ёшчэ на 15 млн. До восіні монумент Пратстані ў новым выгляде Всего на територі шэсь воинскі захараніни І братскіх магін І два памятника І жыводна стараўся По памятнику делай Болі-мені такой ремонт Вось гэты монумент Байцам, які ў сорок третім Взволяли добруші от немецко-фашистських захопників Находиться на ускраїні города Сюлі Тайон так само отримал новий выгляд Гроши были выделены в область А работы провели капітальні Обновили одежду, так сказать, самого постамента Сам памятник, значит, покрасили Погрунтовали, покрасили Произвели благоустройство прилегающей территории К самому, получается, памятнику Выровняли грунт Уложили, получается, на место Надгробные плиты У целому Добрушевському районі Зараз знаходиться коля 60 помників Звязаных з Вяалі Кайчынай На їх рамонты Потрымані у нарежнім стані Сюліта накіровали коля 150 До динамінаційних мільйонів У Будакашалівськім помників 85 Гэта воінські пахаванні Помники землякам, які пайшли на фронт Памятные месы і курганы славы У гэтым годі провели Некалькі вяалікіх рамонтов Одзін самых зауважных У Агрогородку «Октябр» Яшыня Дауна на гэтым місце Стояла скульптура солдата Яна була усталявана Яшы у 50-х годы За гэтый час І сама скульптура І тумба под ёй Пакрыліся глыбокімі расколінами А косметична гремонту Хапала літеральна на год Тому було прынято рашыня А в заміні яе на вось гэтую стелу Сама скульптура історико-культурных значыні Німела куды важніє той, што пад ёй Тут могіла 16 солдатів, які загінули Змагаючіся за незалежність родімы До пам'яті гэтых людзей Мясові улады аднесліся з максимальній повагай Могіла у нас осталась на этом же самым місці Ми не на міліметр, грається, не змінили размеры Нашого рождення этого Просто мы поміняли скульптуру Все те імена, які нужно було увековечити, мы їх увековечили В цьому гаду ми добавили ще 4 імені, які нам дал наш районний военкомат Все літа в Будакашалівськім районі нова обліччя отримала і вось гэта одзіночнае пахавання А пошні притулок у 41-м ході тут знайшоў 24-гадовый літшік Іудакім Камару Мясові жахары доглядають могілу ўжу 75 гадов Це було в первые дні вайны, і вот утром жителі обнаружили здесь сбитого бойца, воина Ані захороніли його на этом місці і потом уже із уста передавали, що це военний літчик, Камару Ну і вот таким образом сохранілася эта могіла до наших дні Пасля вайны на гэтым місце усталявали типовую тумбу з червонай зоркай Все літа їе змінила гранітная стыла У целым на трыторій Гомельской в області монументів, які чакаюць вялікой рестаураційной работы, засталіся адзімкі Раз у год хаця б адзін помнік у кожным районі рамантуець капітальна І процес гэты неаспынны Шановання пам'яті проткав – важная частка культурной традиції беларусов Шановання пам'яті Ахвяр самой страшной вайны за усю гісторую чалавецтва Гэты яшы свящэнны абавязак Настасія Кучынская, Сергій Лукашук, Валерий Гапанько Телерадоя компанія Гомель Більш за 15 тисяч абонентів мабільной сувязі па усюй країні спамповалі новую прыладу для телефона МНС Біларусі «Дапамога Побач» Што робіть, коли вы разбіли термометр альбо у вашей кватэры отбылось узгарання? Як дінішать в екстремальніх умовах, падкаже спеціальна мабільная прылада Демо-версія «Харам Країны» була працтавлена нікалькі місяців тому, а уже сьогодні кожний жадаючий може отримать полну версію программы Яна включає нікалькі разділів і функцій У їх ліку оперативне опов'язчення об стихійних бедствах На спеціальній карте буде позначений регіон, де чекається погаршення умов на двор'я, а побачу будуть размешані рекомендації МНС В разделе «Что делать» собраны более 50 типичних нештатних ситуаций с рекомендациями от МЧС по действиям в них Предусмотрена возможность не только соединения с МЧС, но и отправки СМС или звонков на заданный номер Заблаговременно сохранённый, например, врачу или родным Это позволит связаться в екстренных случаях с нужным человеком В приложении также присутствует раздел «Проверь себя», где каждый желающий сможет ответить на ряд вопросов в виде тестов и проконтролировать собственные знания В настоящее время данный программный продукт доступен для скачивания с сайта МЧС всем обладателям смартфонов либо планшетов на базе Android Новую приладу поспели высоко оціонить сотни корыстальников мобильных телефонов по всей країні Спомповать программу абсолютно бесплатно можно на сайте МНС 112.BY На вольнице «Моцная ливня» чекаются в регионе другого жнивня Как поведомили у областным гидрометроцентры, при на вольницах максимум ошквалистое взмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду Температура по ветру складе у ночи до 20, у день до 27 градусов Краткочасовые дожи пройдут и у Сираду, и до выходных опадка в регионе не прогнозуется Самыми спякотными днями тыдня будут с пятницы и суббота Слубки термометров вздымутся до 32-33 градусов Аматоров тихого полявания затримали инспекторы природооховы в зоне радиоактивного забрудживания Как высветлилась лисички и белые грибы, призначались на продаж Узровень радияции у таких грибах у некольки десятков разов может перевышать дозволены Тем не меньше, за доходом грибного сезона, колькость выпадка у незаконного сбора лесных даров расте За липень выявлено 9 подобных фактов Напереды дни минулых выходных в ходе контрольного мероприемства в Ветковском районе Были затриманы четверо громадян Осияны без утойвания расслумачили, что грибы продают на рынках Заразумело обыход санитарно-эпидемиологичных службов Так, в Ветковском районе, на территориях подвергшихся радиоактивному загрязнению Данными гражданами было собрано порядка от 1 до 2 килограммов грибов Которые впоследствии они отвозили на привокзальную территорию города Гомель и их реализовали Данное деяние предусмотрено административным кодексом по части 1 статьи 15.26 Санкция которой предусматривает штраф до 20 базовых величин Протягиваем выпуск, что год у Беларуси проводится около 60 международных, республиканских и региональных фестивалев Ельский Грайгармоник все лето прошел в девятый раз Какие плюсы моей регионы от проведения таких мероприемствов, высветлял Олег Синтеров Ельск – город невеликий, населенность складает меньше 10 тысяч человек Еще недавно такие населенные пункты называли Полесской глубинкой Когда в 2000-м тут начинали проводить фестиваль Грайгармоник О некой масштабности мероприемства размовы не ишло Тогда на фестиваль приехали около 50 музыкантов с одного района Зараз ситуация совсем иншая Тем больше, что летость в городе провели областные дожинки Створенная тогда инфраструктура теперь выкористовывается для проведения инших святов Гости фестивалю признаются, навод не мерковали, что белорусские малые городы Могут быть такими утунными и навод уносить отповедные пропоновы Надо ваши улицы переименовать площадью, потому что двустороннее движение по две полосы по каждой стороне И они просто удивляются, что в глубинке Полесе, в глубинке Беларуси могут быть такие города Мы все, ельчане, получаем удовольствие того, что у нас такой город Приведение культурных мероприемств у Ельску разглядают, как макчимость развития инших свят Того ж гандлю, например, в опошний час покупницкая сдольность сельского населения Крыху знизилась Фестиваль – добрая макчимость притягнуть покупников и продемонстровать плюсы местовой гандлевой сетки А прочатаго гандлевать дозволили приватным предпринимальникам На полицах яких от витаминной продукции и сбора улековых трав До вырабленного по старожитных рецептах эликсиру молодости И еще одна тема – развитие народных промыслов У Ельску не оближивались импортными сувенирами и запросили саправдных народных майстров зуслов Беларуси По великим рахункам, это не только макчимость набить эксклюзивные вырабы, но и популяризация народной культуры Такие мероприемства в уголе, видимо, сприяются становочему имиджу региону Все лета в рамках феста у Ельску организовали выездные концерты удельников у агрогородках А по баченым гости свята обещают рассказать своим землякам Музеи мы были, там и гончарство, и вырабы из дерева Конечно, это село, но до такого впечатления, не передать словами Нам очень понравилось, все скрежь частенько, скрежь прибрано, все пофарбовано Всего лета на Ельский фестиваль приехали к лет 300 удельников из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Эстонии Гран-при до речи отримали представленники Гомеля, Нароли и Андрушевки Города у Житомирской области Украины, хоть задовольными сдаются, застались и все У речи фестиваль летопеш за счет встречи о понтанных музыках людей Что свою чергу, створяя имидж Беларуси, как клясовки для проведения творческих мероприемств Сердце оставляется столько много эмоций, приезжаешь за общением И приятно, что гармошка звучит, и не просто вот этот пустой звук, а такой он жизнерадостный наполняющий А что еще в жизни надо, понимаете? Не хватает позитивных эмоций, и мы счастливы, что мы вот в Беларуси У меня даже вот песня есть такая Это яркое-яркое пламя Разгорелось заряную пусть Мы несем наше гордое знамя Россия, Украина, Беларусь Фестиваль «Гра и гармоник» завершился А в 2018-м организаторы планируют снова обоисково собрать уездку людей Которые не уявляют свое житие без музыки Причем тогда фестиваль в первую очередь пройдет уже в статусе международного Олег Синчаров, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель» Ецкий район Выстава подназывает «Ты памятаешь, как все началось» Открылась в музее редкой книги Гомельской областной библиотеки имя Ленина Экспозиция присвечена Международному дню сябровства И 15-ю годию створения отдела редкой книги С уникальными экспонатами ознайомилась Ганна Коральчук Международный день сябровства – одно из самых молодых святых календарей Али с года в год оно набирает популярность У свой юбилей отдел редкой книги Гомельской областной библиотеки Вырышил повитать и подякувать своих сябров, читачоу, письменников, партнеров Новая экспозиция представила у Азии гостей уникальные выдания На выставке представлены издания, которые подарили на открытие музея нашего редкой книги Также представлены издания, имеют как автографы, так дарственные записи Книги просто подарены жителями города, нашими партнерами, посетителями, читателями нашей библиотеки и музея Сярод редких выданий – как старые, так и современные книги Великую каштовность представляют Библия – выдание 1913 года Москва – история города у Медной Воклацы Творы Валентина Распутина здоровым надписям Книга «Житие и реформы» Михаила Горбачева за автографом автора А кроме выдания у музея редкой книги, доры ци иншые предметы, які представляют каштовность Наприклад, коллекцию советских новогодних цацак, старые банкноты и монеты, паштовки Подчас мероприемства кандидат экономичных навук Валерий Селицкий, який 15 годов тому стоял для вытоку створения музея Презентовал портативную друкованную машинку Был разрешен давний спор между нашим дворцовым парком, ансамблем, ведущим музеем в области И библиотекой областной, где хранились эти книги Ну я сторонник, знаете чего, можно, конечно, все музеи в одно место собрать и назвать это одним музеем А музеев должно быть много, библиотек должно быть много Поэтому, когда мы сделали здесь музей редкой книги, у нас появился еще один музей Ганна Корольчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» Гэта и иншая навиды вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.civergomel.by На этом выпуск завершен и у студии працевал Александр Гамоля Усяго вам доброго и до встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok